СПЛЧ призвал Польшу учесть мнение экологов при прокладке канала в Балтике. СПЛЧ призвал Польшу учесть мнение экологов при прокладке канала в Балтике. 7.55. Москва, 27 фифрия новости. Совет по правам человека при президенте России выразил беспокойство возможной угрозой экосистеме Балтики из-за строительства Польши и судоходного канала и призвал власти этой страны прислушаться ко мнению экологов. Сообщается на сайте Совета. Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека обеспокоен возможным воздействием на окружающую среду строительством Балтийского судоходного канала через Балтийскую, Веслинскую, косу, которая планируется властями Республики Польша, говорится в сообщении. Согласно сообщению, Балтийская коса вместе с Веслинским заливом являются уникальным природным объектом. По данным ученых, только в российской части коса обитает более 10 редких и исчезающих видов животных и растений. Отмечается, что строительство канала потребует вырубки лесов, которая, по информации СМИ, уже началась. Также оно изменит водный режим залива, что с большой вероятностью нарушит существующие экосистемы. По мнению Совета, такому вмешательству должна предшествовать международная оценка воздействия на окружающую среду. Это предусмотрено Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, Конвенции СПА. В связи с этим, Совет приветствует позицию Еврокомиссии, которая выразила Польше предостережение в связи с началом работ по строительству канала. Совет призывает власти Республики Польша прислушаться к мнению общественности и экологов и не допустить разрушения уникального природного объекта, добавляется в сообщении. В мае 2016 года правительство Польши приняло решение о строительстве канала через Балтийскую косу, который соединит Калининградский залив и Гданьскую бухту. В соответствии с планом, строительство канала длиной 1,3 км и глубиной 5 метров позволит заход в польский порт Эльблонг судов морских параметров, то есть длиной до 100 метров, шириной до 20 метров и осадкой до 4 метров. Стоимость проекта оценивается в 880 миллионов злотых. В конце 2018 года власти Польши объявили тендер на строительство канала через Балтийскую, Веслинскую, косу узкую полоску суши, который отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина коса 65 км, 35 из них принадлежат РФ. В Польше коса соединена и с материком, в Калининградской области отделена от материка судоходным проливом. 31 декабря 2018 года, 1953. Польша объявила тендер на строительство канала через Балтийскую косу. Еще в середине октября власти Польши символически начали строительство канала через Балтийскую косу в присутствии председателя правящей партии Польши право и справедливости Ярослава Кочинского. Тогда министр морского хозяйства и судоходства Морек Грубарчук и Кочинский вкопали в землю столб, обозначающий начало строительства. В настоящее время на месте будущего строительства идет вырубка деревьев. В конце лета польские власти сообщили, что уже предусмотрели деньги в бюджете для строительства канала через Балтийскую косу. Ранее на тот момент в РИА губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил специально созданной рабочей группе, в которую вошли экологи, ихтеологи, океанологи, гидротехники и другие специалисты, оценить экологические риски строительства судоходного канала через Балтийскую косу в Польше. По его словам, российские экологи неоднократно делали письменные запросы польской стороне с просьбой пояснить ситуацию о строительстве судоходного канала, однако ответов от польских коллег долгое время не получали. Согласно требованиям Хельсинкской конвенции по защите морской среды Балтийского моря, Хелком, польская сторона должна была информировать российскую сторону о потенциальном неблагоприятном воздействии планируемого строительства судоходного канала, а также гарантировать, с учетом общего водного бассейна, что администрации сторон объединятся для снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 16 октября 2018 года, 13.43 в Польше начали символическое строительство канала через Балтийскую косу.